Всем привет! Меня зовут Трожков Никита, и в этом видео поговорим о хейтерах. Заранее предупреждаю всех мною любимых хейтеров, что им видео точно не понравится. Ну, в общем-то, на то они и хейтеры. Что, в общем-то, это слово означает? Ну, от слова «хейт» — ненавидеть. Ненависть. У меня в крови. Сразу хочу сказать, что видео будет длинное. Поскольку его цель — закалить тех людей, которые всё-таки не могут спокойно относиться к негативной критике, которые могут бросить своё дело из-за этого. И здесь двумя словами не обойдёшься, здесь нужна серьёзная промывка мозгов. Какую, в свою очередь, сделал я себе однажды. А вернее, за долгие годы практики, и я смотрел, как чему учат другие люди, как реагировать на это всё. Я тоже немного повоевал с оборотнями. И в итоге я могу сказать, что определённо сейчас я уже гораздо устойчивее, чем раньше, если не сказать, что мне прям по барабану на этих хейтеров, и они меня даже веселят. Так вот, кто же такие хейтеры? Если смотреть с точки зрения ютубера, то эти люди очень трудолюбивые, и они всеми силами пытаются продвинуть ваш канал своими комментариями, дизлайками и подобной активностью. Чем больше, тем лучше. За что им, конечно, большое спасибо. Вы славно потрудились. Я, например, за каждый хейт благодарю их, чтобы они понимали, что они мне не просто не нагадили, а они мне ещё и пользу принесли. Они же должны понимать, что делают очень важное дело. Ибо сказано, гордись врагом своим и насладись успехом его. За успех твой особая благодарность. Бывало ли такое у вас, что вы, как художник, допустим, или как любой другой творец, сделали какое-то произведение, положили туда всю свою душу и решили поделиться им с миром? Вы делитесь, вы ждёте реакции, вы ждёте ответной какой-то вот такой вот подобных чувств от людей, и вы читаете, смотрите, ё-моё, чё ж там написали мне, сколько мата, сколько всякого дерьма. Это будоражит, правда? И после такого человек, любой обычный нормальный человек, посмотрит на это всё и подумает, блин, словно дерьма нажрался. Мне не хочется больше этого делать, потому что я то же самое в следующий раз получу. Для чего я это буду делать? То есть, чтобы получать и огребать весь этот негатив? Нет, им это не нужно. Дело в том, что вот у нас так, во всяком случае, в России, как бы, ну, условно скажу, заведено, что если тебе понравилась работа, скорее всего, вы не напишите, что «О, классно, офигенная работа», ну, потому что это вроде и так как непонятно, да? Здорово. Но если работа не понравилась, и человек заметил какой-то косяк, или вообще, в принципе, какое-то у него мнение там есть на этот повод, он обязательно его выскажет. Причём мнение чаще он выскажет негативное. Мало кто я видел просто комментарии, что там «Ой, такая классная работа». Это в основном принято так делать в Америке где-нибудь, где там все пишут «Осом, осом, офигенно». Даже Джам Джурабаев рассказывал, ну, известный художник, я надеюсь, вы его знаете, что у них там слишком много этого «Осом». Поэтому у нас не так. К сожалению или к счастью. Какая у вас первая мысль, когда на вас напали хейтеры? Что вы с ними хотите сделать? Получайте, сволочи, кривороты! Вы знаете, хейтеры – это не только те, кто могут обтирать вас в интернете. Это те, кто встречается в вашей жизни. И без них никуда, к сожалению. Теперь всем заправляют кровососы. Они бывают прям от мала до велика. От детсадовского возраста, где там обязательно в группе есть какое-нибудь такое задавака, которое задирается на всех и так далее. До пенсионеров и работников, например, в поликлинике. То есть есть там такие злые врачихи какие-нибудь, которые недовольны своей работой, недовольны клиентами и так далее. Клиентами, пациентами. Ну, не важно. Первый раз я постречался с хейтерами, тоже, наверное, в детском саду. Но больше всего мне запомнился случай, когда мы с сестрой гуляли на улице, к нам подвалили два каких-то малолетних придурка, попытались нас как-то там унизить, оскорбить, но ничего. Потом вышла наша бабушка. И нет проблем. Хейтеров просто как не бывало. Бабушка сказала примерно такую фразу. Парнишки, конечно, двинули со всей дури свой подъезд. Причем вся их крутизна бежала далеко впереди них. Убежала самой первой. Вы знаете, даже в самых прекрасных работах, самых прекрасных видео на ютубе, обязательно найдется парочку гадких комментов, без которых, ну, не может существовать ни одно видео, наверное. Я вижу, ты издеваешься. Кто же такие хейтеры в моем понимании? В моем понимании это, первое, больные люди с комплексами. Второе, трусы. Третье, энергетические вампиры. Оставьте свои сомнения. Вампиры существуют. Я ненавижу вампиров. Поясню, почему я так думаю. Почему они трусы, например. Вот смотрите. Был у меня случай, когда, значит, какой-то консультант, продавец в салоне сотовой связи решил, ну, просто перешел все границы, за что, в общем-то, потом от меня и получил жанру. Но, стал бы он переходить границу, если бы перед собой увидел амбала с какими-нибудь золотыми часами и виден, ну, весь такой статусный чувак, стал бы он переходить границу? Нет. Он бы хотел, может быть, да, он бы тоже испытывал какие-нибудь негативы там по отношению к нему, но он бы так это глубоко в себе спрятал, чтобы, не дай бог, кто там бал не заметил. Не дай бог. Потому что, вот представьте себе скандально известную личность, которая зашла в этот салон сотовой связи. Вы как думаете, неужели этот чувак осмелится сказать то же самое, допустим, что сказал он мне? Да никогда. Да просто никогда. Потому что он сразу понимает, что, блин, вот это уже опасно. И все свои вот эти мысли, ну, такие вот паршивые самые, он глубоко в себя спрячет, обязательно. Да даже пример из моего детства доказывает, что хейтеры, они такие крутые только с теми, кто их может быть послабее, ну, или примерно так наравне. Но если они видят кого-то посильнее, постатуснее, чем они сами, все, там вся крутизна просто вот так вот раз и нету ее. Хотя можно подумать, блин, чувак высказал свое мнение, не побоялся, какой же он трус. Ну, дело-то именно в том, что свое мнение он выскажет там, где ему наказание никак не может ответить. Второе. Почему они больные люди с комплексами? Вот ответьте себе на вопрос. Вы как считаете, нормальный человек с нормальной психикой, без комплексов, сможет ли получать удовольствие от того, что он оскорбил другого человека? Так. Нормальный человек может радоваться, когда другому из-за него плохо. Это реально? В моем понимании нет. Потому что это свойственно садистам, это свойственно, не знаю, психам, всяким маньякам и так далее. Почему с комплексами человек? Ну, потому что, если у него нет комплекса неполноценности, он не будет пытаться принизить вас до своего уровня, чтобы как бы быть с вами наравне. Он пытается возвыситься, принижая других. Он не пытается сделать работу над собой и себя действительно повысить свой уровень. Он пытается других принизить, потому что у него комплексы, потому что ему не нравится, что кто-то может быть лучше него. Понимаете? То есть, я надеюсь, здесь тоже понятно. И третий момент. Почему они вампиры? Ну, ребят, потому что они как раз высосуют энергию. Они как раз хотят получить вашу ответную реакцию. Они кого-то обосрали и хотят, чтобы человек начал перед ними как-то оправдываться за свою работу, которую он сделал, может быть, вообще для себя. И которые ему нравятся. Они хотят, чтобы он начал перед ними оправдываться. Тратил на них время. Тратил свои нервы, да? Потому что приятного ничего нет в этом диалоге. И так далее. То есть, тратил свои ресурсы, отдавал этому. То есть, хейтер, получается, высасывает все эти ресурсы. Как вампир. Пища богов. Примите то, что мы живем не в сказке. Хотя даже в сказке есть отрицательные персонажи. Иначе сказка не сказка. Если нет там ничего, никакого злодея и героя. То есть, если нет вот этого противоставления добра и зла, понимаете? Даже в сказке оно есть. А у жизни уж тем более. Он прав. Часто хейтеры сами не умеют делать того, чего советуют. То есть, может быть такое, что они скажут, допустим. Вот у тебя здесь неправильно, здесь неправильно. Надо делать так-то, так-то. Иди там. Я помню, мне написали комментарий, когда я космолет какой-то выложил. Запишись в авиакружок. У тебя самолет не взлетит. Ну, понятное дело. Но вы как думаете, сам-то он записался в этот авиакружок? Сам-то он там был? Сам-то он разбирается в самолетах. Думаю, ты способен разобрать, где правда, где ложь. Я вот слабо верю в то, что капитан самолета, я не знаю, какой-то пилот, пишет мне такие комментарии. Вот взрослый дядька, да, берет и пишет такие комментарии. У тебя самолет не взлетит. Запишись туда, да, все неправильно. Нет, ребят. Когда видят сомнительную вещь, то есть любое у нас, любое что-то новое, это не факт, что оно вообще взлетит, полетит, телепортируется и так далее. Это фантастика. И там легко можем предъявить, что, ой, это нереально. Хотя, как знаете, многие вещи, которые казались людям нереальными, в итоге воплощались в жизни. Очень часто хейтеры переигрывают до смешного. Отлично. То есть, есть те, кто у меня от себя профессионалом или делает вид таких статусных профессионалов, а есть те, кто, так сказать, может быть, не дорос до этого уровня еще и пытается просто переиграть. У меня был случай прекрасный, наглядно показывающий это. Значит, один чувак написал мне в комментариях под моей очередной работой, что у меня брат нарисует за пять минут фломастерами. Ну, пятилетний у него брат маленький, типа. Ну, ему, естественно, в комментариях люди нормальные ответили. Повезло у вас братом, талант. Я тоже поржал над этим, потому что это смешно, когда чувак переигрывает настолько. Сразу становится ясно, что чувак просто завидует или еще что-то, какой-то комплекс у него неполноценности, и он пытается таким образом отыграться. Есть один интересный сайт, называется Пикабу. Это не реклама, не проплачено, естественно. Но, тем не менее, на нем есть офигенная опция. Вы можете зайти в пользователя, посмотреть на его страничку, и у него там есть статистика, сколько лайков он поставил и сколько дизлайков. Чувак, который написал мне, что это, допустим, не космолет, а башмак, да и башмак это плохой и так далее, у него дизлайков просто, я не знаю, 300 с чем-то. Вот прям, а лайков там, не знаю, там по пальцам посчитать можно. Идем, покажу. То есть, опять же, это о чем говорит? Что вот у него такие вот пристрастия гадить другим людям. И что вам, если нагадили, не воспринимайте это прямо на себя, потому что он гадит всем. Не прямо именно вам. Такие люди, как правило, сдались и тянут вас за собой. Потому что он чего-то не достиг, он не смог достичь своей мечты, сделать какое-то дело, которое он мечтал сделать. А вы смогли. И ему это не нравится. И он пытается вас за собой потянуть. Почему это вы смогли, а он не смог? Вы получаете лучше, чем он. А ему это не нравится, естественно. Нередко бывают случаи, когда хейтеры объединяются между собой. Чтобы как раз засрать чью-нибудь работу какого-нибудь человека. Это как можно объяснить? Ну, так что они на одной волне. У них одна и та же цель. Разве враг моего врага не мой друг? Да. То есть чувак выделяется из толпы, а они его пытаются там, типа, ты что, ты самый крутой что ли? Ну, давай вниз. Давай вниз, куда ты тут выделился. Потому что у них-то не получается выделиться. Они, может, и хотят. И они таким образом, кстати, тоже пытаются выделиться. Вместо того, чтобы сделать какую-нибудь крутую работу, они пытаются таким образом выделиться. И друг друга они подбадривают, поддерживают. Ты когда-нибудь краснеешь? Здорово. Молодец, папочка. Потому что тут может сработать стадное чувство у вас, что если всё стадо считает вас каким-то неправильным, то вы также можете посчитать себя каким-то неправильным. Эй, слушай, нам с ребятами интересно, ты когда-нибудь грознеешь? Повтори. Стоит ли говорить, что такие люди, как правило, не развитые ни духовно, ни умственно? То есть они, их уровень, вот, если вы почитаете их комментарии, их уровень там ведь и показывают. С какими ошибками они грамматическими пишут? С какими они, смысловыми, может быть, ошибками пишут? Вы посмотрите на их страницу, перейдёте, вы увидите, что там одна гадость, одна срань у него на странице. Понимаете? Что тут нафиг происходит? То есть такое может быть. И это нередко очень встречается. Я проверял на собственном опыте этого. То есть смотрел, заходил, видел. А, ну всё понятно. Почему я удивляюсь вообще? Также бывает, что вы посмотрите на страницы, там, крутые работы и так далее. Ну, то есть как бы не то, что крутые работы, но они хорошего уровня. Но человек, опять же, почему написал вам гадкий комментарий? Задумайтесь. Он видит, допустим, что вы его догоняете по уровню. Или у него там самолюбие настолько высоко, что он такой, нет, я рисую лучше всех. Все остальные должны просто мне чуть ли не поклоняться. И тут кто-то не поклоняется, а сам нарисовал примерно на таком же уровне. И, естественно, ему это может не нравиться, потому что вы как бы конкурент. Ещё есть такой момент, что поскольку у этих людей не получается достичь того, чего они хотят, и они уже сдались, у них все будут виноваты. Даже не удивляйтесь. То есть вы будете одним из первых, кто будет виноват, несмотря на то, что вы никак вообще не связаны. Но, тем не менее, у него будет виновата государство, у него будет виновата родители, его положение, его статус. Ну, всё, что угодно, всё, что может быть, всё виновата, а он вообще не по делу. И ему типа в жизни не повезло, поэтому он не виноват, а все остальные виноваты. Хорошая, кстати, отмазка для тех, кто не хочет достигать своей цели, кто не хочет напрягаться, менять себя, потому что там нужно прикладывать усилия, а это сложно. К сожалению или к счастью, эти люди тратят время не на то. Они тратят время гораздо больше, да почти всё своё время они могут тратить на комменты, на обсирание других людей, вместо того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Потому что от хорошей жизни такого не пишут. Это я вам серьёзно говорю. Вы можете себе представить такого человека, который бизнесмен, хорошо работает, у него всё хорошо с деньгами, приходит домой после работы, у него жена счастливая, приготовил ему ужин, детки тут и так далее. И он такой счастливый, такой говорит, нет, ребята, извините, у меня дело. Садится на комп и начинает писать всякую срань всем людям. Ну, конечно же, это бред. Потому что если у него всё хорошо настолько, то он за комп не сядет. Он просто пойдёт к своей семье любимой, может быть, к своим друзьям, если у него семьи нет, и тем не менее он будет счастлив с ними. А то, как он пишет и что он выплёскивает, это показывает его внутреннюю сущность, как человек страдает. Таких людей, конечно, жалко. Но мне больше жалко людей, которых они обсирают, потому что эти люди уж точно не заслужили того. Вы знаете, они могут изображать веселье, они могут изображать то, что они счастливы, написать гадкие комментарии, что они такие все из себя прекрасные, и у них всё хорошо в жизни. Ну, ребят, такого быть не может, чтобы у человека всё было офигенно в жизни, а внутри у него было такое дерьмо. От офигенной жизни, что ли? Есть такой интересный сайт, называется illustrators.ru. По-моему, так. Вы знаете, есть там один такой дед, который... Который просто, я не знаю, сколько ему лет, но он очень старый, и он такой прям хейтер со стажем, видно сразу. Я туда выкладывал работы, другие люди выкладывали работы, и он просто засирал всех. Он там писал про всех, ставил ярлыки, бездарность. Напугал. Даже я помню, просто я жаловался на него, ну, куда там, в администрацию, администратором писал. Кто-нибудь заткните ему пасть! Что, вот смотрите, он написал такой-то гадкий комментарий, там вообще запрещено это делать. Ну, вот ему пофигу, и он пишет, что вот это бездарность такая-то, такая-то. Дерьмовые шуточки. А там девушка, она, возможно, с синдромом Дауна была, и такие люди, по моему мнению, наверное, более ранимые. И я это не мог оставить просто так, я написал. Его заблокировали на две недели где-то. Так получше. А я был привык к нему. Но потом наверняка он продолжил, ну, точнее, не наверняка, а сто процентов, он продолжил своё дело. А первый раз я с ним встретился тогда, когда я выложил какую-то свою работу, по-моему, или какой-то вопрос. Спросить у тех, кто более опытен. А он, естественно, там, начинал меня засирать всячески. На что я ему ответил. Ты бы не зарывался. Ну, знаете, долго была переписка, но в итоге я ему сказал на чистоту, что у вас это желание гадить людям должно было отпасть ещё полвека назад, как минимум. И считаете, что вы самый одарённый. Ну, там работы, сами понимаете, левой ногой, неглядя, ну, что-то вот такого уровня. Ну, это не об этом. Потому что неважно, какой у кого уровень. Просто главное то, что у него такое самомнение было. Неужели это мне говорит смертник? Что вот он там чуть ли не король, иллюстратор. Что, наверное, этот сайт специально для него создали. Или в честь него назвали, и так далее. То есть, самомнение там, конечно, было нереальное. Но самое интересное, что пусть бы так, но других людей обсирать вот в таком возрасте, это, конечно, мне казалось странным на тот момент. Но сейчас я понимаю, что, в общем-то, это нормально. Да, такое встречается и в таком возрасте тоже. Кстати, я этому деду не сразу еще ответил, потому что я думал, ну, все, я его просто проигнорирую. А он все пытался и пытался, пытался и пытался получить мое внимание. Зачем я тебя? То есть, я там кому-то написал спасибо, там, за хорошую критику, там, еще что-нибудь такое. А он все пытался всячески меня принизить. Ну, как он обычно делал со всеми, со многими, я уверен, на этом сайте. Как он великодушен. И знаете, здесь дело не в том, что дед он, не дед. Я очень почтительно отношусь к людям в возрасте. Мне кажется, поведение такого рода в таком возрасте просто неприемлемо. Ну и какой можно сделать вывод, если человек так хочет прям всячески, посмотрите на меня, обрати на меня внимание, я тебе гадость написал, я и так, и так, и так пытаюсь, он мне несколько раз писал, а я все не обращал внимания. Ну, понятно, что недостаток внимания, вот самое очевидное, что может прийти на ум. И он прям, прям добился своего, я ему написал текст, после которого он уже не так охотно отвечал, ну что, типа, я ему в душу залез. У меня к тебе всего один вопрос, лживая отродья. У тебя осталось хоть что-нибудь человеческое? Сказал, а почему вы так делаете? А вам самим-то, самому-то приятно? А у вас друзья есть? Потому что, может, вам лучше друзей завести с ними, общаться и так далее. И вот, я кажется, блин, по всем пунктам попал, и он уже охота как-то у него отбился, уже как-то и неинтересно ему стало. Но все равно ужасно больно. Засирать-то интереснее, да? А когда вот на тебя перешла тема, уже как-то не очень приятно. Надо справедливости ради сказать, что очень часто, когда кто-то кого-то засирает, подключаются нормальные, честные, добросовестные и порядочные люди, которые встают на защиту обижаемого человека. Но в этом случае они тоже тратят свое время, получается, да? И хейтер, он как бы тоже хочет этого, потому что он тратит свое время, и хочет, чтобы еще и все остальные тоже потратили на него свое время. Ну, люди скорее тратят время на то, чтобы успокоить и поддержать того человека, которого обижают. Понимаете? Это хорошо, но лучше бы, чтобы они именно говорили этому человеку, что, чувак, он не стоит твоего внимания, не парься вообще по этому поводу, чем вот так вот поддерживать. Хотя поддержка это очень хорошо, и молодцы, если вы поддерживаете тех людей, на которых нападают, и не даете их в обиду. Не стоит забывать, что в реальной жизни вы можете реально отстаивать свои права, если какой-нибудь работник какой-нибудь фирмы или компания, я не знаю, наезжает на вас, вы можете в любой момент сказать ему, что вам не нравится его тон, и если он будет продолжать в том же духе, вы просто напишете на него жалобу. Вы знаете, человек, который уже как бы устоялся на этой работе, не захочет терять своего места, поэтому он сбавит оборота как минимум, а как максимум он вам даже еще и улыбнется. И типа ничего не было, все хорошо, чувак, чувак, какие на меня эти жалобы, не надо ничего, понимаете. Я вот прям точно вам говорю, потому что у меня был такой как раз случай в салоне связи, если коротко, то я хотел купить зарядку для телефона, но мне не хотелось тратить деньги на самую дорогую, поэтому я хотел все-таки бюджетную зарядку купить. И он мне там начал говорить, что он, во-первых, перешел со мной на ты, продается консультантом, уже не понравилось. Как бы мне не 18 лет, но тем не менее. Дальше он начал говорить мне, что а тебе какая нужна вообще зарядка, чтобы на неделю хватило или нормальную, с намеком на то, что вот я что такой бедный, что ли, и так далее. Потом уже, когда я его поблагодарил за всю информацию, ну, мне не подошло там ничего, я его поблагодарил и уже ушел, вроде бы, да, и он мне вслед крикнул, эй, парень, типа, эй, ты. Я поворачиваюсь, он говорит, если тебе нужна дешевая зарядка, иди в переход, купи там за 100 рублей. И дальше, типа, продолжил своими делами заниматься. Я так постоял, подумал, сейчас либо уйти мне, либо все-таки сказать ему то, что я на самом деле думаю. И, знаете, я ни разу не пожалел об этом. Я ему сказал, знаете, мне не нравится ваш тон. Он мне на это ответил. Типа, бывает. Ну, он уже так, знаете, уже осел так и сказал, бывает так, тихонечко. Я ему сказал, я советую вам его сменить, или я напишу жалобу. Все. Все, понимаете? Чувак, который до меня еще другим людям хамил, и как-то в каком-то таком, знаете, приказном тоне с ними разговаривал, хотя это он там подчиненный, считай, а покупатели вроде как как раз те, кого нужно обслуживать. Он уже осел, на меня люди там все обернулись, посмотрели, типа, чувак, ни хрена себе. А я тоже стоял и удивлялся. Ребят, а вы что? Вы что? Он об вас ноги просто вытирает. Вы что ничего не скажете-то? Представляете? То есть пожилая пара там стояла, какой-то договор включала, а он прям, ты типа здесь пишешь, ты здесь пишешь. И ничего больше не пишите, поняли меня, нет. Вот тут примерно так. И я просто был в шоке. И когда он со мной так заговорил, я терпел-терпел, а потом все-таки я ему высказал. И я все-таки написал эту жалобу. И потом мне, ну, я уже прохожу мимо этого магазина, этого чувака уже там нету. Порядок. То есть вы можете воздействовать в реальной жизни и, ну, на этих людей. И вы должны пользоваться своими правами. Иначе, иначе за вас это никто не сделает. Если вы все-таки решили ответить хейтерам, очень интересный прием, это, как бы, поднять его на смех. Понимаете? То есть он что-то вам сказал, вы поржали над ним, показали, что, ну, какую-то глупость сказал, и что вы остались при своем мнении там. И он не сломил вашу защиту, он не сломил вашу оборону. Вы, по сути, потому что даже не оборонялись. И вам пофигу, что он там написал. Вы можете сказать ему, что-то типа, это все, что ли? А, а я думал, что-то серьезное там. Ну, что-нибудь такое вот. И, понимаете, он такой, блин, да я его просто уничтожить хотел, а он просто ржет тут надо мной. Как нахрен так? И когда вы неизменно ржете над ними, да, ну, это я так условно говорю, ну, то есть как-нибудь смеетесь над ними, еще что-нибудь такое, улыбаетесь, там, смайлики ставите им вместо того, чтобы обидеться, он будет видеть, что, блин, во-первых, он выглядит смешно, потому что он хотел одно, получил другое. Так же, как те, которые пишут, продвигают мне канал, да, своими хейтами, они пытались нагадить, блин, сделали пользу, ну, какого хрена, Понимаете? И со временем они перестанут это делать. У меня даже был, вот я как пишу, то есть, если мне кто-то какое-то говно написал, под видео моем на ютубе, ну, я пишу ему, спасибо, твой коммент помогает продвижению моего канала. И он там напишет еще, да плевал я на твой канал там, и так далее, там подобное, мне вообще прям на него пофигу. Это человек, который перед этим абзац вот такой написал мне критики, ну, типа конструктивный. И я ему пишу, еще, все, все, после этого уже ничего не пишет, потому что ему уже стрёмно, потому что он уже понимает, что, блин, он уже проиграл, он уже дважды проиграл, понимаете? То есть, первое, он не смог сломить мою вообще психику, он не смог вообще мои чувства какие-то вызвать негативные и так далее. Второе, он мне, блин, помог, понимаете? И он понимает, сейчас я еще один комментарий напишу, я ему уже, он там написал еще один, и уже помог, он мне дважды уже помог, понимаете? Сейчас он еще и третий раз поможет, мне это вообще будет для него полный просто провал. Поэтому он там все, такой весь из себя, блин, придется уйти. И все, понимаете? Это все просто делается. Относитесь ко всему с юмором. Это хороший совет, мне кажется. На этом все могло бы и закончиться. Продолжение будет во второй части. Вопросы есть? Если понравилась первая часть, не забудьте оставить комментарий, поставить лайк, подписаться на YouTube-канал, на группу ВКонтакте, на Моэрстейшн, и поставьте колокольчик, чтобы были у вас оповещения о моих новинках. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рожков Никита, всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok